всем привет вы на канале нашей жизни в америке new life is my life и сегодня студенческий влог это так неожиданно сегодня я немножко в общем сейчас я расскажу предысторию а потом расскажу что сегодня когда-то давно когда мы только переехали в америку я поняла одну такую вещь интересно да здесь мужчина абсолютно по-другому ставится к женщинам вот допустим мы общаемся с родителями в парке с мужчинами здесь и здесь я как девушка как женщина на себе никогда не чувствовала каких-то вот этих неприятных взглядов ну вот кто из беларуси тот поймет когда ты идешь но он не похотлив он такой паскудники какой-то да когда ты идешь вот допустим по экспобелу там работает очень много мужчин и они вот на тебя так смотрят гаденько да и так типа там добрый день в общем здесь не наташа это не тут но приблизительно здесь как бы я на себе никогда таких взглядов не ловил и я это потом сереже несколько раз озвучивала что насколько это вот приятно когда ты можешь стоять с тем же мужчиной как бы ну общаться знаю что нету никакого вот какого-то этого подтекста сексуально возможно сегодня захожу значит в красную физруку сегодня так скажу что я вообще братная девочка и значит эти новенькие кроссовка нос и какие-то там постоянно они в общем плавающий элемент они какие-то добавляются какие-то уходят среди уроков я вообще не понимаю они просто так приходят они числятся в нашем классе уже вообще ничего не понимают ну пофиг в общем сегодня мы разговаривали обо всяких зависимостях там и о наркотиках а игровых зависимостях ну и потом опять началось вот это деление кто там от чего зависит ну в общем в основном все мальчики говорят только один там что-то сказал по поводу там спортом зависим один отличился он сказал что он сексуально зависим вот и об основном все говорили что они громады что там по 8 часов в день играют в приставку там такая про спорт и просто что бы просто сказал что у меня сексуальная за не рассказал не стал как бы так но особо рассказывать как ему уже там тяжело бороться с этой записи на спортсмен спортсмен сказал что он типа зависимость это то это зависимость это практически привычка но которая в ущерб всему у него идет вот он говорит выбирая между подготовкой класса и еще чему-то я лучше пойду типа спорта значит там туда-сюда у меня спрашивают как у меня зависит я говорю как бы я в фортнайт честно скажу не играю говорю особо так зависимости там я никаких нет говорю но я упираюсь я люблю упираться реально моя зависимость не говорю мне вот даже вот не лень если я знаю что не я последняя с первого этажа уходила я вернусь поправлю подушки так как мне надо поставлю стулья под тем углом как я люблю для меня это зависит ну и значит тут задние парты получается я стараюсь сидеть всегда на передних рядах мне проще слушать человека когда я вижу его лицо но это особенность изучение языка то есть начинаешь важно иметь визуальный контакт тогда проще понимать человека по выражению лица по губам по мимике это помогает в изучении языка это нормально какой-то по росту недоразвитый подросток да мне атакует ну и потом я поняла принадлежности какой к чьих он будет он африкономерика он мне такой с таким вот пошлинкин голоскункой так типа переезжаю ко мне жить нам типа будет весело я никогда не убираюсь а ты будешь прибираться я просто акабанема от этой дерзости честно говоря малолетней даже дело не малолетней как бы я в принципе не люблю когда так общаются в такой вот манере в какой-то этой да в конце концов я заслуженная мать троих детей в общем я акабанеру быстренько но пока пока водил лишь повернулась посмотреть чих это будет улыбается и улыбается вот этой вот уродской гадкой вот этой улыбкой как-то будет до экспо больно вот у меня вот почему я ненавидела ходить на этот экспобор если надо что-то купить я вдохнула и такая говорю типа не вопрос говорю но горю мне интересует горю размер твоего дома он типа а чё имеет значение гремит значение у меня грым уж у меня трое детей грудь и мечтают о собаке нам гри нужно много места группа тянешь он короче все начали ржать он приткнулся в общем стушевался и я отвернулась думаю ну чё я буду с этим мальчиком там отношения как-то выяснить я просто в шоке я возмущена до предела и в общем надо сходить на волну стаде набраться там умных терминов каких-нибудь но я вообще вот и вот как я десять раз говорю я вообще все это будешь потому что блин я и по каким выразить но вот я скажу пять копеек говорится вставлю то есть чтобы кто бы то не говорил ли кто-то не думал что мы тут как-то расхваливаем америку и не расхваливаем или наоборот там что-то нехорошее говорим или говорим про другую страну там или прочее то есть вот мы говорим как есть то есть если хорошо то хорошо если есть такой факт то есть то есть вот марина и сказала что в общем-то ты даже мне не это тоже не не сразу мне это стало что ты вот ты как-то раз и почувствовала что уже долгое время нету этих взглядов то есть это не сразу было заметно если тебе подают руку там это те подают руку чтобы выйти помочь тебе да там или еще что то но вот не чувствуется вот этой вот какой-то но если вот она появилась то вот она появилась и мы сказали что она есть то есть да не все такие гладкие сладкие приятные воспитанные то есть то что есть то что есть но вот это такое маленькое лирическое отступление но кроме физры у нас что еще она будет стали у нас сегодня мы изучали третий пол я вообще знала только про третий порк полка по моему это маразия фафафины вот этих которых из детства воспитывать с детства их прям воспитывают как вот мальчиков как девочек а оказалось что подобная практика есть и в индию там что-то четыре или пять тысяч лет насчитывают эта практика их воспитывают тоже как женщин и даже именно мужчин как женщин или женщин как мужчин женщин как мужчин а в арбании наоборот это практика что женщины принимают на себя мужскую роль там и заботятся о семье но я говорю я слышал только вот это вот фафафинах этих они в каждой скажем культуре что-то под где есть подобное они имеют свое название какое-то и вот они вот этот третий пол это было конечно очень интересно мы смотрели про про рвание фильм и про индию а и про бразилию про бразилию мне вообще понравилось у них там не то что один просто третий пол типа мальчики переодетые в девочки а есть два варианта есть мальчик переодетый в девочку и он накрашен и выглядит как девочка а есть те которые не стараются притвориться девочкой да но они носят там брючки рубашки но они как используют макияж это и они делятся на подвига вот было интересно так смысл в чем сегодня это изучали а потом мы по этому работу писать а зачем их растят так как-то я не разобралась пока она сказала что мы продолжим на следующем уроке под как разберусь ну если я не ошибаюсь когда-то просто я читала об этих об этих вот именно то что я слышала раньше про фафинах эти да их воспитывают из-за того чтобы наверное если в семье мальчики и чтобы кто-то кто дома о них заботился его как бы сразу ну как девочка воспитывает он заботится о доме он готовит кушать но она как не мог прощаться ключи вот третий пол но интересно начало того что мы как скучно мужик пока ты в колесе просто начало сегодня нам тоже вот неприятная история у нас будет 3 апреля так как вот к нам приходила беременная женщина на на консульту мы ее опрашивали на интервью к нам приневедут несколько детей в возрасте от 6 до 2 лет и мы должны будем записать от 6 месяцев до двух лет я не сказал месяцев и нам нужно будет записать какие у них есть рефлексы в это время с ними будут играть люди а мы должны будем какие-то свои наблюдения записать потом оформить это в определенную работу и издать ну и в общем она говорит кто у типа детей-то принесет кто хочет потом она подчеркнула говорит что ведь не надо брать ребенка в парке ведь надо чтобы кто-то кого вы легально можете принести принести привести опять же она сказала что если допустим это ваш персональный ребенок то надо чтобы пришел ваш муж или кто-то ты же не сможешь писать со своим ребенком правильно поэтому в общем там определились и она рассказала говорит что почему настаиваем чтобы были какие-то кто-то кто еще будет помогать за детьми смотреть и будут еще сотрудники приглашены кто будет смотреть несколько лет назад но она сказала я вам не пытайте меня не скажу какой-то инструктор сделал когда она родила свою первую дочку и дочке было 6 месяцев она ее принесла на вот такой день и тот профессор не уточнив сидит девочка или нет говорит вот мы стоим с мужем горит потому что и муж мой пришел я горе стою и вот этот момент она ее садь и отходит как выглядеть как в кино говорит я бегу к столу с криком нет и в этот момент девочка падает у нас не бетонная как-то гранитный вот и в общем короче девочка упала но она говорит я не скажу говорит но она говорит я была горит очень зла я была в общем раздосадована и муж там и в общем они ушли с этого боя бедня он там же с несколько часов продолжаться должен агет мы ушли ведь потому что я не могла больше продолжать но этот чек продолжает мы уточнили в нем и спросили скажите а этот человек продолжает преподавать чау до лорд-манд она гейта но она опять же сказала я скажу но гейтс своих больше не принесу но так опять смотрели фильм деток правил то какие у них них рефлексы вот с рождением у нас сейчас период будет изучать от родов и кстати я не знаю сказала или нет наверное это я серьезно нужно сказала до этого и подумал что физрук сказал что он заметил что я люблю убираться потому что неосознанно когда я подхожу что-нибудь спрашивается него к его ставлю я всегда эту бумаги поправлю что волнуешься наверное поэтому уже особо и радуется хоть бы кто пришел спросил чего а ну и он нам очень советовал всем сейчас смотреть новости по поводу вот этого грандиозного скандала который произошел с в сфере образования из юси арестованы уже несколько людей от которых я грубо говоря позавчера за руку жал руку им жал горит и я в шоке что вот так происходит это вот этот грандиозный скандал про то что обратили деньги для того чтобы дети были зачислены в определенные заведения получали гранты там как как те кто с физкультурой ну со спортом связаны и вот он говорит я в шоке от того что он назвал даже фамилию этого дядьки на данный момент он уже короче этот мужчина арестован он и лично там подделывал какие-то фотографии делают бумаги у парня который никогда там не в виду не в хайскую не занимался никаким спортом он его оформлял как человека который ну короче со спортом со спортом и он имел там какие-то гранты но это к тому что если вы скажем так если ребенок занимается спортом показывает какие-то хорошие результаты то ему очень это помогает продвигаться и в школе и в колледже и университете но не получается такая ситуация как было советском союзе что типа если ты спортсмен ты освобождаешься от математики от всего главное только бегай на лыжах там играй футбол хорошо и все то есть даже если у него хорошие результаты по спорту да и вдруг плохо по математике ну так условно то его могут даже не допустить к играм в команде если он не будет делать хорошо уроки то есть спорт помогает но в то же время не останавливают другие уроки да ну и вот он сказал чтобы и следить этот интересный процесс горит такого раньше не продает раскрыта грандиозная схема одна часть короче сядет а которая делала это другая которая платила за которые давали деньги чтобы их дети пошли и ну это я не от него видела я видела об этом на фейсбуке но я не стала читать просто там замешана и будет участвовать в этих всех судебных разборках если кто смотрел когда-то был популярен сериал отчаянные домохозяйки вот та женщина которая играла многодетную мать вот она отплатила за то чтобы ее дети поступили там и короче ее уже привлекают к даче показать хорошего настроения не забудьте подписаться на канал кто подписался тут вообще красавчик ставьте колокольчик чтоб не пропустить новые серии вы были на канале до встречи пока пока а а